Только Лока, только победа! Посмотрим на новую игровую форму. Только Лока, только победа. Ну, здравствуйте. Обидно. Плечом к плечу, конечно. Плечом к плечу. Друзья, добрый день. Сегодня 22 июля, и это старт нового сезона для Локомотива. Начнем мы матчем против Рубина. Очень волнуюсь, соскучилась по атмосфере матчей, по болельщикам, по игре. С новыми силами в новый сезон. Погнали с нами. Ну, прости. Смотри, что я здесь. Я буду в новый игровой фор. Так, на смолу времени. Ты пишешь меня? Главное, не споткнуться. В самом первом ролике я рассказывала, какое у нас потрясающее поле. И сегодня снова не могу налюбоваться им. И посмотрите в нашем телеграм-канале. Там как раз с высоты показывают, как оно классно выглядит сегодня. Я успела. Реакция есть. Андрей, ты знаешь, любезь нового сезона. Плечом к плечу. Еще раз. Подожди. Надо тебе представить больничком. Давай расскажи о себе. Как давно ты работаешь в Локомотиве? Я работаю в Локомотиве уже полтора года. И очень рад. И продолжаю работать дальше. Что входит твоей обязанности? В обязанности матч-менеджера входит, в первую очередь, это коммуникация с лигой. То есть я представляю клуб в РПЛ, в РФС. Так, а кто любимый персонаж у тебя? Кто отвечает за Вар, Боу-Бой? Расскажи, кого ты можешь быть. Делегат. Конечно же, делегат. Конечно же, мой любимый делегат. Я бы назвал это как человек-ревизор от лиги, который приезжает и проверяет все согласно регламентам. Техническому, коммерческому и обычному регламенту. Поэтому с делегатом мы всегда в день матча, накануне матча, он приезжает, проводит осмотр стадиона, осмотр нашего волшебно подготовленного поля. Да, да, я уже сначала, наверное, по-любому уже была какая-нибудь веселая история. Можешь рассказать? История. У меня полно историй, но я расскажу самую запоминающуюся. Это было в прошлом году, в марте месяце, у нас был кубковый матч со Спартаком. Да, когда выпала куча снега, вот буквально, знаешь, мы готовились к матчу. Еще была такая, как бы уже поздняя, ну, еще не поздняя, а такая осень, ну, такая из зимы в осень. У нас был вечерний матч, было уже очень темно. И вот как назло снег пошел буквально, наверное, за час до начала матча. Обильный снег, такой снегопад был по всей Москве. Мы все вместе выходили на поле. И знаешь, просто он как бы, он такой выходит, спортивный директор так вот туфлей наступает, и она просто исчезает под слоем снега. Поэтому, в общем, это было такое, знаешь, было в канале, игру задержали на час, болельщики начали кидаться снежками. Но они все оставались, я помню. Да, да, и все держали, кто-то пытался согреться там как-то. Вот, да, буквально вот, ну, в том числе даже я бегал с лопатой, мы тут реально чистили этот снег. Мы еще вынесли центральный баннер, потом давай в одну сторону убрали, почистили треть, оттянули вот туда, там навалило уже, знаешь, снега. Опять надо чистить. Ну, в общем, это была такая история, но мы справились. Все очень красиво. Поэтому, да, большая хвала вообще всему клубу, всем, кто был причастен к этому матчу мы не сорвали. Всем большая честь и хвала. И еще раз поздравляю всех со стартом сезона. Плечом к плечу. Главное, чтобы команду не пропустить. И юбку держать. Сейчас. Здравствуйте. Наши парни приехали. Представляешь, вот сколько счастья у детей, которым отобьют, а не пятюни, и сколько несчастья, которым не отобьют. Только лоха, только победа! Только лоха, только победа! Давайте, как вас зовут? Вот это контент. Меня Женя зовут. Вот она, она делает контент, да. Я это смотрел. Как давно вы болеете в локомотиве? Начнем с банальных вопросов мы. Ой, походу, уже давно. Не знаю, 17 лет, что-то такое. А сколько сейчас? Очень много. Ладно, и хорошо, что вы не сказали, это мне пришлось считать. Мы, конечно, ждем очень хорошей формы. Я уверен, что Михаил Михайлович провел вот такую работу, поэтому мы ждем, что ребят покажут вообще классный футбол. Поэтому и пришли. Маш, идите? Идите. Сейчас она обнимается, заряжаемся на новый сезон. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Для выражения спешишь. Ой, спасибо. Да, благодарю. В новом сезоне. Конечно. Все, убегаем, убегаем, убегаем. Посмотрим на новую игровую форму. Ну, здравствуйте. Какие ожидания от нового сезона? Он не ответит. Сначала у девушки спрошу, а он вас на футбол вытаскивает? Да, да, да. Или изначально была любовная? Ну, я уже начала болеть тоже. Прямо, да? Спасибо, что у нас женщины пополняются. В нашей семье прибыло, в нашей семье болеет. А вы давно болеете за локомотив? Со второго года. Черно-белый телевизор у меня в то время был. Сидел я на кухонке. И, ну, был в шоке. Локо с тех пор, вот по сегодняшний день, ну, наверное, это уже все, не закончится никогда. Блин, я просто понимаю. А какие у вас ожидания от нового сезона? Если честно, совсем не скромные. Я верю. Вот мне это нравится. Чемпионство. Локо чемпион. Посмотрим, сбудется ли. А еще и кубок в нагрузку. Кубок у локомотива, это, да, отдельная тема. Мы как бы там все... И то, и то. Полный комплект забираем. А потом еще и в суперкубке кого-то накажем. Вообще будет, да? Да, но это уже попозже. А вы знаете ли новый девиз сезона? Ну, вот палочки интригующие были здесь. Как же, как же... Ну, у нас теперь, знаете, как вот так надо повернуться? Плечом к плечу. Все верно. Теперь мы знаем. Да. Привет! Ты, я тебя помню, ты в шамочке тогда был. Такой милашка. Скажи, только локо, только победа? Только локо, только победа. Если номер один, знаешь, чей это игровой номер? Гильерми. То есть ты фанат Гильерми? Да. А еще кто нравится? Ландратов и Глушко. У тебя парня... Давай чуть вот так вот его потрясем и там как... Спасибо. Я не мухлевала. Тихо, аккуратно. Обидно. У нас сегодня развернута огромная зона выдачи Welcome Паков. Это специальные наборы, которые мы приготовили всем покупателям сезонных абонементов. Упаковали это все вот в такую красивую коробочку. И вот сейчас радостные болельщики получают. Ехала по разным районам. И очень много где видела рекламу абонементов. Но у меня вопрос, как и у многих болельщиков. В чем выгода абонемента? Выгода на самом деле начинается уже примерно с 12-13 матча. Потому что на примере 8 сектора, возле которого мы находимся, абонемент туда стоит 20 тысяч рублей. А в среднем цена по сезону будет составлять примерно полторы тысячи шестьсот. Поэтому если произвести легкие алифметические подсчеты, можно посмотреть, насколько выгоднее купить абонемент и получить еще вот такой замечательный Welcome Пак. А еще есть какие-то бонусы? Да, конечно. Помимо того, что сама по себе покупка абонемента очень выгодна. Можно списать еще до 50% шпалами программы лояльности. Также у нас фиксирована цена на детские абонементы. Мы очень давно не делали такое выгодное предложение. Поэтому стоит с ним ознакомиться. Приводите свои детишки, приходите с нами, болейте, поддерживайте. Получайте вот такой... Дай коробочку, пожалуйста. Вот такую штучку. Кайфуйте. Расскажу чуть-чуть подробнее. Во-первых, на мой взгляд, это очень красивая упаковка с нашим флогом. С флогом сезона. Мы специально не говорили о наполнении коробочки, чтобы так немножечко подогреть интригу. На самом деле, помимо коробочек, мы еще подготовили детские паки. То есть, детишки у нас получают отдельные наборчики. Ну, собственно, каждый владелец абонемента мы рассчитываем, что узнает уже по факту то, что он получил. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Денис меня зовут. Так, ну я видела, что вы получили у нас подарочную коробку. Расскажите, как эмоции от того, что внутри. Отлично, приятно. Ну, а мы не раскроем всегда, что там. Много нового, так сказать, нашел. Все понравилось. Какие у вас прогнозы на новый сезон? Я думаю, в тройке. В тройке? Прекрасно, прекрасно. Смотря на результаты прошлого сезона, я думаю, в тройке. Будем верить, надеяться. Рядом со мной Артем, наш пресс-аташи. Привет, Артем. Привет, Артем. Я Ира. Если ты не знал. Знаешь, какой мне вопрос интересен? Давай. Кто самый популярный у нас из игроков в интервью? Я думаю, что ты сама знаешь ответ на этот вопрос. На самом деле, удивительную историю расскажу. Обязательное условие проведения матча после игры, проведения мигзоны. И ни одно интервью не обходится про обязательное упоминание Артема Дзюбу. Нет, даже если Дзюбы нет, вопрос про Дзюбу будет. Не важно, как Дзюба ведет себя в раздевалке, как Дзюба общается с футболистами, какие у него шутки. Любое интервью про Артема Дзюбу всегда. Артем сам любит давать интервью? Обожает. И сниматься во всяких передачах. Обожает. Ну, очень-очень-очень любит. А, вот еще такой вопрос у меня. Если бы ты, точнее, ты лучший в душе лучшего клуба. Хотелось бы быть и соответствовать. Вот если бы не поменялись местами, какой бы ты вопрос задал? Себе же. Себе же, когда ты отдыхаешь. Когда ты отдыхаешь. И как? Ну, как не скажу. Это интересно. На самом деле, я футбол очень люблю играть. И я вот в этот момент, ну, я думаю, ты меня поймешь. В этот момент выключаешься от всего и действительно забываешь обо всем. Но, к сожалению, ввиду определенных обстоятельств играть в футбол, я вот. Мало времени остается. Расскажи, как ты пришел как раз в этот футбольный комьюнити? Как ты попал сюда? Я всю жизнь в футболе. А чемпионат мира-то комментировал? Комментировал чемпионат мира 2011 года, чемпионат мира по пляжному футболу. Его выиграл в сборной России, я комментировал. А спустя 10 лет я стал чемпионом мира в составе сборной России по пляжному футболу. Но в качестве предоставшей команды. Ну, все равно тоже достижение, медаль была, а ты так могла в команде. И медаль и была, и есть. Как-нибудь обязательно ее принесу, тебе покажу. Хорошо. Кстати, я тоже в фляжку играла. Это так. Понравилось? Про себя. Да. Честно, очень понравилось. Тяжело? Нет, единственное, что я делала, это вот так мяч подбрасывала и била. Получалось. А бисиклету сделала? Нет, бисиклет не стала, я боялась ломаться. Сломалась потом в итоге на обычном поле. А какой девиз на предстоящий сезон, ты знаешь? Причем ключу, конечно. Друзья, мы уже показали в магазине нашу новую форму на сезон. У меня, кстати, сзади нету номера. А теперь для вас, болельщики. Освободился 12 номер, набивайте. И спасибо Марио Митай, что вернул нам эту цифру. Этот номер. Друзья, я знаю, что вы заждались. Вот, наконец-то, сегодня на матче мы вручим обещанную футболку с выпуска из баковки. Пойдемте. Я начал болеть во втором классе. У нас, короче, было разделение в школе. Кто-то болел за локомотив, кто-то болел за ССК. Я вообще не увлекался футболом. Знать не знал. Что такое офсайд, какие-то голы вообще. О чем говорят? Кто-то покупает формы, гетры. Что такое гетры? Вообще понятия не имел. А потом мы расселились. Ты меня гетерами покорил. Серьезно? Да. Я просто, ну, типа, ходить по школе в гетрах, это же вообще. Подожди, пожалуйста. Ну, давай, давай. Я тебя умоляю. И потом мы продолжим обязательно. Это дело. Макс испытывает то же самое. Продолжим. Давай так. Давай каждую неделю. Ты пока возьмешь. Ты не знаешь, что там? За что ты боролся? Да, это футболка того сезона. Артем, он в ней вроде не тренировался. Она лежала у него просто в номере, он расписался и подарил. Как прошла подготовка к сезону? Тяжело. Ну, вот мне это и самое интересное. Мы не будем ничего говорить про тренера по физической подготовке, потому что, скорее всего, он дофига всего давал. Да, ты можешь рассказать подробнее. Ну, нагрузки были такие же, как на зимних сборах. Которые хвалили очень сильно. Да, которые хвалили очень сильно. Не знаю, кто хвалил, но хвалили. Макс Нинахов говорит, я обожаю бегать. Ну, не знаю, по Максу Нинахову не видно было, что он обожал. Вот. Ну, что-то давалось жалеть, что-то давалось легче. В зависимости, кто как подошел к отпуску и так далее. А у тебя какие ожидания на новый сезон? Ожидания. Можно же от себя сказать, чего хочешь максимально. Максимально? Да. Чемпионство. А ты? Какие-нибудь личные достижения? Личные достижения, но почаще выходить за автоматизм. Старт он составит и уже появлялся. Ну, было разок. Ну, сейчас Питеру надо было помочь. Какие-нибудь активные действия были в матче с «Зенитом»? Голевое? Пенальти заработал. А, и тут ты заработал? Прости, просто не смотрела. Видела только что-то, видела, что он забил. Там Батраков на заднем плане. Да, Батраков забил, я 15-й заработал. Блин, молодец. Ну, вот видишь, не зря съездил. Спасибо, да, не зря. А мы тебя ждем на поле за основной состав. Да, хорошо. Вот, и надеюсь, что... Постарайся почаще там попадать. И надеюсь, что с медалями закончим этот сезон. Вот, обидно за «Локомотив», потому что атаковали, атаковали. Очень много хороших атак было, не получилось забить. А у «Рубина» две контратаки, которые привели к голам. Вот. Плюс пришел поддержать сокоманника своего, Иу, который подписали в «Рубине». Поэтому интересный матч. Надеемся, что «Локомотив» еще успеет забить до конца матча. Насколько я знаю, ты знакомый с другими футболистами. Расскажи, кого близко знаешь. Очень хорошо знаю Пеняева, Гущенкова, Максима. Это чертановские ребята. Что можешь про них сказать, выделить какие-то качества? Хорошие ребята, как пришли в «Локомотив», я думаю, игра усилилась с их появлением. Поэтому приятно смотреть. Я смотрю, вы очень активно болеете. Расскажите, когда до «Локомотив» болеете? Мы представляем фан-клуб ветеранов и РЖДшников. Мы знали, да. Мы уже снимали кого-то с нами. Да, третий год болеем активно на домашних матчах за нашу любимую команду. А откуда такая любовь к футболу появилась? А мы все серебряные волонтеры FIFA 18. Поэтому мы все здесь. Еще та элита футбольных болельщиков. На ходе, мы цепляем. А ты сегодня выводил кого-то из футболистов на поле? Да, дзюб. Дзюб, ничего себе, ты фартовый? А как так получилось? Ты сам его выпросил? Нет, там надо было выбрать. Ну, там просто на удачу. Я потому что знал, что лучшие игроки выходят в конце. Ты подготовился. И я встал в самый конец. Болеешь за «Локомотив»? Ну, вообще, да. И будешь теперь приходить на стадион? Да. И будешь верить в победу «Локомотива»? Ну вот, супер. Давай пичунем. Сейчас мы с вами находимся в начале сезона. Есть много ожиданий, много эмоций, связанных с тем, что футбол вернулся в нашу жизнь. Каким он будет, зависит только от нас самих. Давайте верить в себя, верить в команду и идти плечом к плечу к уверенным победам и достижениям. До встречи!